У меня начался плавный переезд в зиму. Посмотрим, что дальше будет. Всем привет, друзья! Вы на канале Tracker in Scandinavia. Меня зовут Фёдор. И сегодня у нас самая важная тема будет памятка для водителей на грузовике по Норвегии. Но это также будет относиться и к легковым, и к кемпингам, и к бусам, и к автобусам, кому угодно, потому что все мы вместе находимся на одной дороге, и условия для всех одинаковые. Итак, мы с вами пойдем по порядку и пройдемся по самому, наверное, важному и по всем основным моментам, с которыми вы можете столкнуться в Норвегию, тем более в зимний период. Итак, в Норвегии у нас валюта норвежская крона. Также на всех заправках, магазинах, неважно где, работают карточки. Также, кто в сезон торгует овощами, фруктами, у них также имеются терминалы, вы можете оплачивать карточками. Карточки любого банка Евросоюза, а также Visa Mastercard стран СНГ, которые банки не под санкциями. Но тоже, короче, каждому банку там индивидуально нужно проверять, работает она или не работает. Но если эта карточка, например, работает ваша в Прибалтике или же в Польше, то гарантия 95%, что она будет работать так же успешно и в Норвегии. Язык в Норвегии норвежский, но огромнейшее количество населения знает английский. Только я пару раз встречал стариков норвежцев, которые не понимали английский от слова совсем. Но старики немного понимают русский. Есть и такое немножко темно. Ну, конечно же, не все. По поводу заправок. На некоторых участках дорог расстояние между заправками может быть значительно большое. Поэтому тоже нужно учитывать, куда вы едете, сколько у вас хватит топлива. Учитывать все эти моменты, особенно в зимний период. На заправках, ну, как в большинстве цивилизованных стран, туалеты, теплая вода. В основном это все бесплатное. Даже, наверное, не в основном. Я, если честно, в Норвегии не помню, чтобы где-то на заправках был платный туалет. На более больших заправках, где есть стоянки для грузовиков, будет душ для водителей. Ну, и неважно для кого. И тут 50 на 50. Есть паркинги специальные для грузовиков. Там душ практически всегда бесплатный. А есть паркинги просто где на заправках, то там душ будет платный. Там 5, например, евро. Или же их них там 50 крон. Да, вернусь к валюте, что курс является плюс-минус. Чтобы никого не водить в заблуждение, он всегда там пляшет туда-сюда. Но плюс-минус 10 крон – это 1 евро. То есть 1000 крон – это 100 евро. Впереди шла машинка сопровождения с мигалками, что впереди не габарит. Я остановился пропустить, чтобы не создавать на дороге лишнее. Значит, мобильная сеть здесь работает в основных регионах, в городах безупречно. Хорошая скорость интернета и хорошая связь. Но, естественно, в горных регионах могут быть проблемы, и это логично. По поводу дорог и оплаты дорог. Все норвежские и иностранные транспортные средства весом более 3,5 тонн используют. Я у себя его поищу, где он вообще у меня находится. Автопаз, либо Брабис. Коробочки специальные. Но также сейчас все работает по номерам. Обычным госномерам. Вот. Также, да, для чего коробочка вам обязательно, если вы пойдете по западу, по берегам, где вы будете пересекать с острова на остров или с материка на остров паромы. Паромы сейчас все в Норвегии приравняли к оплате через автопаз или же этот Брабис. Контролирует все движение по Норвегии. Служба в Эгвессен. Транспортный, он же контроль. Зимой они проверять могут и легковых, и кемпингов, и автобусов. Потому что у всех должна быть зимняя резина и все остальное. Естественно, загораются знаки, что грузовым автобусом там, например, съезд. Куда там. И вас эти знаки ведут к транспортникам в руки. У меня тут небольшое солнышко. Сейчас я должен повернуть, оно у меня пропадет. И очки мне не нужно будет надевать. Мы с вами движемся по 10-й дороге в сторону границы с Норвегией. Граница у нас называется Бёрдфилл. Погода минус 4, местами гололед. Чуть-чуть дальше в Швеции было гораздо все хуже. Но здесь как бы почищено, даже посыпано было. Поэтому очень даже ничего. Все, вас водят. Если вы не последуете указаниям дорожного знака о заезде и проедете мимо, то ничего хорошего вам не светит. На первый раз вы получите штраф, а на второй раз вы получите депортацию. Это проверенная схема. То есть вам выписывают штраф и вас высылают из Норвегии. Затем вы оплачиваете уже штраф и можете вернуться в Норвегию. Ну, возможно, действия как-то могут зависеть от того, как вы будете разговаривать и все остальное. Но я просто знаю, было такое у нас в компании, когда я работал в крессе, была такая ситуация. На станциях контроля всегда уделяют внимание основным моментам. Крепление груза, покрышки, цепи, тормоза, соответственно, документы. И только в последнюю очередь режим труда и отдых. Вот это вот огромный такой плюс Норвегии. Плюс ко всему, транспортники здесь в целом лояльные и они в первую очередь не служба наказуемая, а служба предостерегающая, служба обучающая. То есть за многие действия могут погрозить пальцем, показать, что нужно это так или по-другому и отпустить вас без всяких проблем. Зимой будет гораздо все строже, но об этом мы чуть-чуть позже вернемся. Про цепи, про шины я уже говорил в видео до этого, но сейчас еще повторюсь. В случае обнаружения в ходе контроля серьезных и опасных для дорожного движения дефектов и недостатков, они должны быть устранены до того, как вам разрешат продолжить путь. У меня есть видео на канале, где меня остановили транспортники и у меня был перегруз на переднюю ось. Все можете зайти, посмотреть это видео, поискать. И мне нельзя было уезжать, пока я не исправлю эту проблему с весом. Вот так. Значит, по штрафам. Некоторых пару примеров я вам приведу. Значит, по поводу решения изъять водительское удостоверение за то или иное нарушение, зависит от самого, естественно, нарушения. То есть информации такой в открытом доступе нету. Ну, она может где-то есть на норвежском, но я лично как-то никогда не сталкивался, никогда это не искал. Значит, есть такие примеры. При превышении скорости на 10 км в час на участке дороги с ограничением скорости 60 км в час, то есть, да, это будет населенный пункт с рейси какой-то, то на водителя наложишь штраф в 1600 крон. То есть, это у нас будет 160 евро, плюс-минус. При превышении скорости на 26 км в час на таком же участке дороги с ограничением скорости 60 км в час, водитель потеряет свое водительское удостоверение. Проезд на красный свет переведется к штрафу в размере 5000 с чем-то крон. Это у вас выйдет 500 евро. Обгон, совершенный с нарушением правил, обойдется водителю в ту же сумму. Вот примерно можете представить картину. По поводу самого движения вождения в Норвегии. Норвегия имеет очень сложную сеть дорог с большими различиями в их качестве, в качестве покрытий. Так. И также, в принципе, в самой дороге, в ширине дороги, уклоне дороги и так далее. Всем нужно понимать, что кратчайшая дорога может быть полна препятствий, которые не показаны на карте. К примеру, это может оказаться узкая дорога с резкими поворотами и плохим покрытием. То есть, да, как зачастую такое и бывает. Поэтому здесь какой совет я дам, что всегда смотреть, особенно в зимнее время, это опасность трехзначных дорог на белом фоне. Это самые стрёмные дороги. То есть, плюс все двухзначные. Нужно тоже смотреть, проверять тысячу раз, заходить через Google, по Вегвессону. Все это проверять, что за дорога, куда она ведет, если вы по ней никогда не ездили. Если вы дорогу знаете, то вы без проблем можете по ней ехать. Я часто у себя слышу, вижу, точнее, в комментариях, когда я что-то рассказываю про седьмую дорогу. И там такие знатоки пишут, что по седьмой дороге там никто не ездит. Но если ты там не ездишь, то это твои проблемы. А я седьмую дорогу знаю как своих пять пальцев. И я туда, когда захочу, тогда и поеду, потому что я ее знаю. И в некоторых случаях, я эти случаи рассказывал, когда рассказывал про дороги на Берген, где наша эта седьмая дорога идет, одна из популярных, то я и рассказывал плюсы этой седьмой дороги. И также это, значит, плюс какой? Если есть дорога, которая, вы ее знаете, например, но она там, ну, стремноватая, может быть подъем какой-то там подзатяжной, может она там сильно снежная или еще что-то, да, то есть всегда один фактор, что эта дорога будет пустая, потому что все едут другими дорогами, там, например, какой-то там более попроще. И за счет только вот этого вы можете успешно ее проехать, а на той дороге, на которой будет огромное количество скопления грузовиков, там можно повиснуть только из-за того, что кто-то у тебя впереди повиснет. Вот это в чем прикол такой. Но, опять-таки, вот как у меня есть видео на канале, где я попал на ровном месте на цепи. Просто я попал в колонну, и мне сказали надеть цепь. Хотя я без проблем бы преодолел тот участок дороги без цепей. По дорогам, я думаю, в целом мы разобрались. Тех, кто, соответственно, можно, в принципе, еще добавить, да, кто застреет где-то там зимой или летом, или неважно где, и как, и когда, всегда на помощь придет служба викингов, которые вас за хорошие деньги вытянут наверх. Идем дальше. Что еще? Ограничение скорости. Значит, в чертах города 50, как в большинстве стран. Также может быть 60, и может быть и 70. Вне населенных пунктов, по всем национальным обычным дорогам, будет скорость 80. На автомагистралях скорость 80, 90, 100 и 110. Все зависит от автомагистралей. Но тем, кто работает или был в Норвегии, те знают, а кто не знает, я скажу, что таких дорог в Норвегии на одной руке, на пальцах мы можем их посчитать. И при том, эта дорога не вся, а только их кусочки. То есть мы возьмем Осло, столица, от которой ответвляются Е18 и Е6. Вот, собственно, это две дороги, которые являются автомагистралями. Есть такой моментик по поводу грузовых автомобилей. В целом, в принципе, легковых. Такое внегласное правило. Уступать всем, кто идет на подъем на узких дорогах. Потому что, если он прилипнет, то это для него будет проблема. Поэтому здесь просто банальное уважение. И если вы спускаетесь и видите, впереди идет тягач на подъем, дорога узковатая, сбавьте скорость, остановитесь вообще лучше. Чтобы он, прижмитесь максимально, чтобы он мог спокойно проехать мимо вас, не затормаживая. Зимой на заправках дизельное топливо самого высокого качества, которое только можно представить. Лучше, я не знаю, в какой стране мира есть топливо, чем в Норвегии. Никогда в жизни ни я не сталкивался и никогда не слышал, чтобы у кого-то были проблемы с топливом зимой, что она там замерзла или что-то в этом роде. Мне вспоминается Россия, когда я работал там, что заправился ты зимним, как она там называется, Арктика. Арктика там минус 100 градусов. Проехал в минус 20, она у тебя замерзла. Поэтому здесь с этим все четко. Цена на топливо. На дизельное сейчас составляет примерно от 2 до 2,2. То есть 2,2 или 2. То есть это все зависит от дней недели, от сезонов. То есть у норвегов есть такой прикол, что в воскресенье топливо дешевле, чем в некоторых регионах, дешевле, чем в будние дни. Притом это может быть очень даже существенно дешевле. Следующий пункт. ДТП с дикими животными. Если ваш автомобиль столкнулся с диким животным, вам ни в коем случае нельзя уезжать. Если вы видите, что животное получило повреждение и находится в беспомощном состоянии, вы должны сообщить об этом в полицию. По всем есть экстренные службы 112, либо же по норвежскому номеру 02800. И также, если животное ушло в лес, никогда нельзя преследовать животное, чтобы там что-то с ним сделать. Были такие случаи, кадры сбивали оленя там, или лося, или еще что-то, и пытались засунуть там в палетник его куда-то увезти. Быстро находились эти долбодятлы, и очень жестко они наказывались. Каждое практически дикое животное в Норвегии чипировано. Об этом стоит знать некоторым личностям. Следующий важный пункт. У нас вес и габаритный, в принципе, размер. Максимально допустимая ширина передвигающейся по общественным дорогам транспорта составляет 2,55. И 2,60 это с рефрижератором. Предельно допустимая длина автопоеза составляет 19,5 метров. Поэтому вы здесь, в Скандинавии, встретите практически одни трехосные тягачи. Особенно зимой. Также у них катаются скани капотные. Также с огромными кабинами могут тягачи встречаться. И даже американцы, да, они встречаются. И у меня на канале также я их показываю. Следующая общая масса. Предельно допустимая общая масса у нас составляет 50 тонн. При условиях, что имеет достаточное количество осей. То есть тягач это 3 оси, прицеп это 3 также оси. На отдельных участках дорог максимально допустимая масса также может быть меньше. Все по знакам. Модульные автопоезда, которых составляет, точнее не должна превышать 25 метров и 25 сантиметров. А вес у них 60 тонн. Я как-то грузился с таким. Вот. И он грузил все 60 тонн. Это выглядит очень серьезно и очень жестко, конечно. И также у меня есть видео на канале, когда эти 60 тонн соскочили на ремонтном участке дорог. Соскочили и вызывали викинг, его вытягивали. Поэтому вы также можете найти это видео на канале. Это давнее видео. Несколько лет назад я его снимал. По поводу нагрузок на оси. Передняя рулевая ось у нас будет считаться ровненько столько, сколько у вас указано на табличке, на тягаче. Когда меня взяли транспортки за перегруз на переднюю ось, от этого все и плясалось. У меня вес был, если я ничего не путаю, 800. М100 по весам показала рулевую ось. А на табличке у меня было 7500. То есть 600 кг мне нужно было удалить, чтобы у меня передняя ось ослабла. То есть что это нужно мне было сделать? Мне нужно было убрать груз спереди. Прицепа я имею в виду. И таким образом я эту ситуацию разрешил. Видео на канале, оно у меня в списке самых популярных моих видео. Вы легко его найдете. В описании это топ у меня видео, которое на канале набирали больше всего просмотра. Нам остается немножко до границы. 2 километра. И я еще кое-что вам успею рассказать. Рулевая ось мы разобрались. Ведущая ось, то есть седло у нас будет 19,5 тонн. 19,200, там 19,300. Это идет у нас надбавка. У нас надбавка, что на случай небольшого перевеса вам никто за это ничего не скажет. Отдельно практически их это не интересует. Они всегда взвешивают целиком ведущую ось и ленивец вместе. Ну и также прицеп 24 тонна. По поводу нагрузок на этих модульных автопоездах я честного понятия не имею. Вот так выглядит наш Бьернфилл. Все очень просто. Зелененькие, кто пустые и не нужно ничего декларировать, едут прямо. А грузовики и тем, кому нужно декларировать, едут по красной стрелке. Здесь уже скоро будут огромные сугробы. Сейчас у нас середина октября. И здесь это уже все белое будет аж до мая месяца. Длинная зима впереди. Лиса отдыхает, лежит на солнышке. Итак, границу я прошел. Продолжу свой рассказ. Следующий пункт у нас будет вождение зимой. Что я могу по этому поводу сказать? Не все типы транспортных средств предназначены для вождения в зимней Норвегии, в горных, тем более, областях. А горная область это 95%. До Осло доехали и назад. По поводу, я имею в виду, двухосные тягачи. Значит, если вы на двухосном тягаче поедете на север зимой или в горные регионы, не стоит удивляться, если вам будут крутить у виска. Это нормально. Я сам прошлую зиму, кто помнит, в Херентесе, я ноябрь был на двухоснике, и в декабре только сел на трехоснике. Ну, там так вышло, просто последний рейс выходил, и я попал в зимнюю Норвегию немного. Ну, ничего страшного там не было. Побуксовал там немножко. Вот, и поехал. Все хорошо. Значит, сразу первое, что, правильная загрузка прицепа. У нас максимальный вес должен быть спереди, а не на жопе прицепа. Потому что даже с учетом, если у вас будет перед пустой, жопа вся будет перегружена, вас и цепи не спасут. Заблаговременно следить за приближающимся впереди, там, кольцу, повороту. Все, все эти моменты учитывать. Здесь, как бы, смотрите мой канал, вы узнаете, где-то буду всегда о чем-то говорить, где какие-то будут ситуации, буду рассказывать, что я делаю в этих ситуациях. Значит, что зимой еще? Нужно знать, что вы можете попасть в колонну. Значит, если на перевале совсем все туго, перевал закрывается и делается движение в колонне. В эту колонну попадают все без исключения. Автобусы, легковые, грузовые, пешеходы. Там вас могут обязательно надеть цепь. И вся колонна двинется на цепях. То есть колонна будет в одну только сторону. Первая колонна прошла, с другой стороны колонна пошла. Вот таким образом это у нас работает. Иногда перевалы закрываются и на сутки, и на двое, и на трое. И дороги в Норвегии очень часто закрываются вообще совсем на всю зиму. Все это нужно следить на Вегвесене. На сайте, по картам, там все расписано, все показано, где, что, как, зачем, почем. Все, если вы все знаете, все проверили, то вы спокойно можете ехать. Вождение в гололед. Также нужно выбирать правильную скорость. Учитывать, насколько скользкая дорога. Тоже она по-разному бывает скользкая. Бывает просто вот каток. Вот он, черный лед, да, как он называется. Есть такая вот эта вот тема. Я попадал на такой. Но вот ощущения не из приятных. Конечно же, лучше ехать по заснеженной дороге, чем по льду. Все оцениваете. Есть у вас подъемы, нет у вас подъемов. Какая у вас дорога? Нужно ли вам надеть цепи или нет? Каждая ваша ошибка приведет вас к расплате за Викинг. И теперь мы как бы приходим к основному покрышке, да? Когда нужно использовать и так далее. Я уже называл это в предыдущем видео. Но для этого видео, как бы, обязательно условия еще раз это все сказать. Существует ряд требований по резине. Так, значит, во-первых, на резине у нас должна быть снежинка и трехпиковая гора. Также минимальная глубина протектора, которая составляет 5 миллиметров. И уже сейчас, 16 октября, в северной части Норвегии нужно все соблюдать. я взял цепь себе, которой не хватало. С резиной у меня все в порядке на всех осях. И на тягаче, и на прицепе. Сейчас мы пойдем искать цепь. Даже тут каток. Так, ну что? Только что человек подъезжал. Я ему сказал, что тут цепь моя где-то. Он сказал, а, вот это твоя. А, вот она. Что мне тут дали? Дали мне с барашками для прицепа. Очень даже неплохо. То есть она пойдет у меня и на передок, на переднюю ось, и на прицеп. Хорошо, забираем. Я прошелся по всей цепи и убрал все перекруты. Значит, небольшая подсказка еще такая будет, что в момент, когда вы аккуратненько идете по цепи, ищите перекруты, в какой-то момент. Ну, распрямляем вот эти вот все части, чтобы у нас ровненько все лежало в одну сторону. Смотрим, шипы все у нас лежат красиво вниз. Все у нас четко. Понимаете, о чем я так? И в один прекрасный момент, просто когда вы будете так идти, вам цепь сама подскажет, что вот здесь давай перекручивай. То есть прямым вот таким вот образом. И все. Дальше смело мы сейчас ее вешаем на прицеп. Все, две цепи висят. Немножко неаккуратно. Вот, которые большие для ведущей оси вешаются сюда. То вот они классно вешаются, очень четенько, ровненько. Но эти я повесил для себя так, чтобы я их успешно, без выкрутасов, я ведь знаю, что сниму, спокойненько там подкину под колесо, или буду надевать уже это. Все, ух ты, какое, чуть не упал. И спокойно могу работать. Действие это работает по, там, Пасху, или как там рассчитывается на севере. А в остальных регионах с 15 ноября по 31 марта. Наличие цепей и зимней резины. Значит, по поводу еще вот резины, что хочу сказать. Снежинку с трехпиковой горой вы можете увидеть на любой всесезонной резине. Практически на любой. Поэтому вам нужно учитывать, что едет в Скандинавию первый раз, конкретно в Норвегию, что у вас должен быть протектор зимний. Вид самого протектора. Плотность этого протектора. То есть, каждый должен понимать, что нам нужна мягкая резина для зимы. Средняя мягкость хотя бы, но не дубовая. Если у вас дубовая резина, это говно резина. Все. Ламель должна быть четенькая. Много прорези. Всех вот этих вот дел. Тогда у вас будет хорошее сцепление с дорогой. Вы успешно будете работать. Или проедете тот или иной участок. То есть, зачастую резина является основным фактором, почему не могут подняться в гору. Вот. Двигатели тягачей – это самое последнее дело. Абсолютно самое последнее дело. Помимо зимнего сезона, в остальной период в Норвегии глубина протектора не должна быть меньше 1,6. сантиметра. Ой, миллиметра. Сантиметра. Что-то я уже переборщил немножко. И плавно мы возвращаемся к цепям. Значит, у вас должно быть 7 цепей. 4 на ведущую ось, 1 на перед и 2 цепи на рецепт. 4 на перед обычно используется просто, что у вас будет 2 легких, 2 тяжелых. В основном используют так. Никто 2 цепи на 1 спарку не надевает. Есть специальные цепи, которые на всю спарку, но я таких в лоза никогда не видел, только в фильмах. Цепи должны быть полностью в належащем виде, со всеми крючками, не порванная, никакая она там не должна быть. Она должна быть целая, не ремонтированная цепь. Ну, то есть, без явных видимых. То есть, ремонт должен быть заводской, а не плоскогубцами там или молотком. За такую цепь вы тоже получите штраф. Цепи надеваются на специальных площадках. В основном стоит значок кетинг-плац, сколько-то метров до него. Будет грузовичок, показано, что на подъем идет. И колесо нарисовано с цепи в основном. Может быть, просто без рисунка, просто кетинг-плац на более простых дорогах. Ну, глухих, так скажем. На этих всех стоянках всегда будет стоять подсыпка. Ну, по крайней мере, должна быть. Ну, я не помню, чтобы я где-то видел, чтобы не было там подсыпки. Вот. Все. Становитесь, надеваете и вперед из песни. Ну, а зачастую, конечно же, все происходит уже на подъемах у всех. Вот. Едешь-едешь и рассчитывая, что ты сейчас поднимешься на подъем. Но не тут-то было, не хватило, может быть, резины, может быть, ты на двухоснике. А двухосник всегда, он висит. Вот в таком виде они в Норвегии находятся постоянно. Вот. Либо же кто-то тебя просто остановил каким-то образом. Не смог разъехаться со встречкой, потерял скорость, забуксовал, встал. Тоже это очень часто. Ситуация. легковые какие-нибудь могут мешать. То есть, поэтому старайтесь обгонять. Видите препятствующий грузовик, есть возможность обгонять, обгоняйте сразу же, чтобы перед вами никто не стянулся. Либо же, второй вариант, это всегда держите огромнейшую дистанцию, чтобы вы предвидели, что, например, тот пошел на подъем и встал, а вы еще перед подъемом, у вас есть шанс остановиться вовремя. Вот. У меня ситуация какая была. С рыбой выехали мы со Скирвоя, самое такое популярное место на севере Норвегии. И, значит, впереди ехал коллега с крейса, то есть, так, а я уже тогда был не в крейсе. Но мы были на созвоне. и он далеко ушел и нас еще разделял один, как бы, тягач. Вот. разница была где-то около получаса между нами, на самом деле. И он мне звонит, говорит, я прилип, но место меня обогнать есть, без проблем, я чуть-чуть не дотянул до верха. Ну, хорошо. Сейчас он там, говорит, я надену цепь и поеду. Все хорошо. Ну, и я еду, передо мной двухосный тягач. Я вижу, что он пустой, он очень налегке идет. А я груженой рыбой двадцать, там, пять тонн. Я вижу, он уверенно вроде бы идет. Все хорошо. И я уже знаю, где это место, где висит коллега на подъеме. Но я вижу, тот разгон берет на горку и пошел. Я расстояние хорошее с ним взял. Но что-то его спугнуло или то, что он увидел впереди далеко на вершине аварийки, он начал сбрасывать скорость. Он не буксовал. Он просто начал сбрасывать скорость, а от этого он уже начал потом буксовать. И он шел посреди дороги. Я его не мог обогнать. Я уже его догонял, естественно, я уже тоже начал сбрасывать. То есть, я ровненько за ним и остановился. Каковы были дальнейшие действия? Ну вот, я подкинул цепи под колеса, гололед был ужасный. Помог ему надеть цепи, точнее, даже дал свою цепь. У него там одна была некая корявая порванная, вторая что-то там непонятно что. В общем, как он туда попал, не знаю. Если я не путаю, были то ли немецкие, то ли голландские номера. В общем, он, я не знаю, может первый раз он был. Как он там очутился, тоже непонятно. Ну да ладно. Он надел цепь и уехал спокойно как бы наверх. А я-то нет. У меня все посложнее, у меня большой вес. Первая попытка, вторая попытка, я немножко раскорячился еще больше постись с дороги, меня объехать нельзя было. Приехала полиция и дали мне срок одеть, либо надеть цепь, убрать тягач в сторону. Мне нужно было немножко сползти назад и там кармашек такой был, что я спокойно мог бы дальше заниматься своими делами. Но из-за гололеда я и это не мог сделать, но потом правдами, неправдами уже сзади стояли снегопосыпалки, я смог все-таки разложился там цепи по всему асфальту и смог спокойно заехать в этот кармашек и надел вторую цепь уже. Но здесь хорошо, что у меня сухой асфальт, очень даже неплохо и дуя. Короче, в сумме у меня это все заняло часа, наверное, два, борьба вот эта вот. Но я успешно надел цепи и смог подняться. Я думаю, как бы все поняли, что я хотел этим вам рассказать, какие ситуации. Это самая основная ситуация, когда кто-то перед тобой тебя тормозит. Да, солнце тут, конечно, яркое какое-то. И снега меньше, чем в Швеции. Видео о том, как надевать цепи, также у меня на канале. По штрафам я говорил вам, это 150 крон за либо порванную цепь, либо за отсутствие этой цепи. Вы получите ой, 1500 крон 150 евро. За резину неправильную 200 евро за колесо. Норвегия богата туннелями. Вся страна в сплошных туннелях. Туннели есть как подводные, так и горные. Есть туннели односторонние со светофорами. Ну и вот, естественно, если горит красный свет, вам никогда в жизни нельзя въезжать в этот туннель. Также узкие туннели. Поэтому, то есть движение может быть двухстороннее, но туннель будет узкий. И нужно вплоть до остановки, слаживания зеркал, все эти вот моменты нужно учитывать. Никогда не нужно спешить. Еще туннель является в Норвегии иногда на определенных участках дороги единственным вариантом обогнать того, кто у вас идет впереди. То есть широкий нормальный туннель, прямой, видимость хорошая. В Норвегии в туннелях все друг друга обгоняют. Не надо мне там, если сейчас умник какой-то вылезет, скажет там это что-то там, это та-та-та-та. Норвегии это делают? Делают по факту. Я это делаю? Делаю. Вот и все. А кто не делает, ну не делает, какая у меня разница. Потому что реально бывает серпантин, перед тобой просто тянущийся что-то непонятное, там кемпинг какой-то или еще что-то. Или тяжелый кто-то там 50 едет, 40, 60. Ну вот. То в туннеле, если позволяет, и нету запрещающей полосы, вперед. Значит, в случае, если у вас что-то произошло в туннеле, вот, вам не нужно кипишевать, ничего там исполнять, включить сразу же аварийку, чтобы предупредить других участников движения, ни в коем случае там не разворачиваться, ничего, надеть ветроотражающий жилет и идти к ближайшему аварийному выходу. Такие, наверное, меры безопасности находятся, ну, в любом туннеле, в любом, в любой стране мира. И также есть телефоны экстренного вызова, или как они там, телефоны экстренной связи. Вот, в центре управления об этом знают. Но в целом, по туннелям, конечно же, есть глухие где-то туннели, где мало там движения или еще что-то, там ситуация немножко другая будет, конечно. А в основном, в основных больших туннелях все мониторится, и если у вас что-то случилось, службы будут уже в известии, поступит команда, что машина не выехала из туннеля. Но, опять-таки, это не везде, поэтому всегда нужно полагаться на самого себя. И тоже не стоит пугаться, часто в туннель въезжая, у вас сразу же запотеет лобовое стекло с зеркалами, поэтому тоже максимальный обдув. Дворники. Ну, просто такая ситуация, сразу вы уезжаете, бах, у вас несколько секунд, и у вас ничего не видно перед вами. Тоже должны быть к этому готовы. Еще зимой моментик с туннелями, что связка туннелей, а между туннелями лед, снег, гололед. Есть и такое. Здесь тоже нужно соблюдать просто банальное правило скоростного режима, чтобы вы, когда с туннеля на скорости побольше, например, не выскакивали, не попадали в гололед. То есть, снижаете скорость туннеля, аккуратненько въезжаете обратно в свою зимнюю дорогу, едьте дальше. Почему вот один из моментов, как бы в Скандинавии желательно более мощные тягачи. Есть туннели, у которых охренеть, какие спуски. Под фьорд, под еще что-нибудь и чтобы у вас тягач просто-напросто оттуда выехал. Потому что если там у вас будет какой-нибудь 300 с чем-то или там 400 сильный тягач, вот в таком туннеле он может и остаться навсегда. Ладно, с туннелями, я думаю, все плюс-минус понятно. По поводу, да, движения на цепях, если впереди есть туннели, тут уже дело каждого. Либо сбивать цепи об асфальт, либо перед каждым туннелем их снимать, потом обратно надевать. Здесь всегда все дорожных условий, может быть, там и дальше они не нужны, то есть по-разному бывает. Есть такие туннели, что вот подъем, например, на том же самый Юнкердале, да, у нас первый подъем полностью идет в туннель. Ну, естественно, я же не буду надевать там на низу цепи, чтобы ехать 5 километров по туннелю. Нет, я подымусь и местечко все равно где-то есть, я стану и в случае чего потом там надену цепи. Ну, вот как пример вам. Я думаю, этот пример у нас будет в ближайшем будущем. Будем мы где-нибудь на Юнкердале надевать цепи. По поводу режима труда и отдыха. Огромные отклонения, когда у нас зима, за многое могут не трогать, то есть, но у вас должны быть какие-то обоснования, почему вы, например, там переехали или что-то еще вы там сделали, вы это все должны как бы там за 5, за 10 минут, даже за 20 минут вам вообще никто даже проверять не будет. В целом редко проверяют зимой на режим труда и отдыха. Вот, но бывает. Так, ну и здесь у нас весна. Весна, говорю, осень, точнее, не весна. Ну да ладно. Пропущу я там, по-моему, легковая какая-то телепается у меня сзади. Пусть едет себе спокойно. Спасибо, не надо говорить, а? Ну да ладно. Режим труда и отдыха лояльный, но без там фанатизма. То есть, если у вас там переработка, там час, вы там ехали, все было в снегу, не было стоянки или что-то еще, у вас там общее время закончилось, вы там еще три часа ехали, то есть там на подъеме висели, ну, понятное дело, что напишите это в распечатке и никаких вопросов к вам так же само не будет. Все проверится по камерам, где-то там, что там был, камер много в Норвегии, то есть, да и в целом, даже никто проверять не будет, просто если ты им расскажешь историю, то на этом все и закончится. Они сделают пометку, что да, все хорошо, непредвиденные обстоятельства. Вот, поэтому, не знаю, вопросов никаких у меня никогда не было по режиму труда и отдыха в Норвегии. Грузовые стоянки зачастую оборудованы душами, специальные значки в Норвегии идут для грузовиков и практически на всех есть душ, то есть, теплый туалет, душ и на тоже на некоторых, на очень много которых есть стиральная машина, а иногда и с сушилками, и кухнями. В этом плане условия здесь, конечно же, классная. Но есть важная очень штука, это электричество столбы, к которым вы можете подключаться, если у вас есть специальная зарядка в тягачах, таких как Volvo, Scania, Mercedes. В общем, что-то я говорил, забыл. Значит, все, что не скажу, пишите, кто что еще хочет узнать. Добавлю про каботажные перевозки. У нас может быть три каботажные перевозки, в момент, когда вы полностью выгрузились после международного груза, въехали в Норвегию и выгрузились, вы можете сделать три каботажные перевозки, третья перевозка должна быть у вас из Норвегии. И на все это вам дается семь дней. На седьмой день вы должны выехать из Норвегии. То есть, семь дней считаются с момента доставки международного груза. Вот такая вот, ребят, была информация. Кому-то полезная, кому-то ничего нового. Может быть, я что-то еще и упустил. Зима начинается, зима впереди. Вся будет зима у меня. Кроме января, в январе у меня будет отпуск, поэтому следите за каналом. Смотрите старые видео, огромное количество информации по Норвегии, по Вегвесену, тому же самому. Я не буду про него повторяться, поэтому еще раз оставлю ссылку в описании про Вегвесен и погоду, где и как смотрю. Все. На Вегвесене очень много информации, то есть все, что вы хотите, вы там найдете. Всю информацию, которую я вам говорил сегодня, это также все с Вегвесена. Поэтому я ничего с головы не придумывал. Да, где-то только от себя добавлял то, с чем я конкретно сталкивался. Вот и все. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Вот этот вот бред гертековский, это, конечно, капец. Или это уже Хигельман? Вот что это за расцепки такие дебильные в поворотах просто.